Уважаемые коллеги, добрый день. Мы не так давно встречались, но, может быть, не в таком широком составе, по-моему, 30 мая, говорили о том, что нужно сделать для того, чтобы обеспечить эффективную организацию российской науки. Все, кто присутствовал тогда на встрече, говорили о том, что такие шаги должны быть предприняты. Вопрос в том, как это организовать, как это сделать, включая и способы избрания президента Академии наук. На мой взгляд, это не процедурный вопрос, это вопрос серьёзный, очень важный, сущностный, который в значительной степени должен определять эти приоритеты и взаимодействие с органами власти, управления и в регионах, кстати говоря, и, разумеется, с федеральными органами власти. Сегодня 22 июня, день начала Великой Отечественной войны, день, когда враг вероломно напал на нашу Родину. И не могу не вспомнить огромный вклад, который внесла советская и российская наука во победу над врагом. Мы хорошо знаем и лучший, а это признано всеми экспертами, лучший танк Второй мировой войны Т-34, это миномёты, известные «катюши», которые сегодня подобные системы называются системами залпового огня, это наши штурмовики, одни из самых лучших в мире и так далее, и так далее. Очень многое было сделано советской тогда наукой для того, чтобы победить этого коварного врага, противника. Вот сегодня мы должны обеспечить, безусловно, развитие российской экономики, причём сделать это так, чтобы страна наша не только вписалась, а была одним из лидеров уже начавшейся технологической революции с тем, чтобы в новый технологический уклад Россия вошла в качестве одного из лидеров. Такие шансы у нас, безусловно, есть. Несмотря на все потери, которые российская наука понесла в середине 90-х, в начале 2000-х годов, у нас потенциал, заложенный и вами, и вашими предшественниками, колоссальный, и он, слава богу, остался, база осталась. Есть и новые серьёзные достижения, причём достижения мирового уровня. Но двигаться нужно вперёд, мы говорили об этом, ещё раз повторяю, и надеюсь, что мы сегодня в ходе откровенной и конструктивной дискуссии придём к таким решениям, которые позволят нам принять окончательные решения на законодательном уровне. Вы знаете, что проект закона соответствующего готов, мне бы очень хотелось услышать ваше мнение по этому вопросу. Всё. Спасибо большое, давайте начнём.